всем привет я в узбекистане ребята ташкенте и это будет маленькое видео моей поездки в узбекистан с такими нарезками как всегда как я делаю по всем странам надеюсь вам будет это интересно смотреть так что поехали сейчас идем мы по парку от отошли от музея съезда в памятник дамирлану и здесь все закручивается вот дамирлана тимирланов так что если вы сюда приедете будьте к этому готовы здесь как в любом парке велосипеды прокат мороженое сувениры все что хотите пока ко мне еще не подошли не попросили прекратить почти всем что есть плюс небольшие факты вот которые мне сразу бросить глаза это везде камеры от реально реально везде камеры на дорогах почему в парках ну везде относительно чисто в центре прям реально чисто парк кстати книжка погрязнее вообще чисто хорошие дороги и хорошая гостеперемесла вкусный плов везде автомобили марки chevrolet или черные или белые чаще всего белые это связано с тем что как мне сказали пошлина сто процентов сверху от стоимости машины при ввозе ее в страну что еще и заметил принимается карты виза мастерка что не принимается интернет мне пугали что будет медленный но на самом деле довольно таки быстро все работает youtube в отличие качестве инстаграм и фейсбуке контакте вообще все работает то есть проблем с этим вообще нет и относительно недорого вы видите все зеленым зелено и несмотря на то что сейчас август я вижу по всему городу люди копаются в клумбах работники все поливают сажают и так далее то есть чувствуется вот хозяйская рука конечно здесь реально чувствуется так сейчас мы подходим вот галереи узбекистана эти к интересные здания эти пешеходы и пешехода пропускают только человек вступил на зебру ну вот лично мой опыт да только я ступил на зебру сразу люди останавливаются вы не представляете все зеленое очень много парков и и давайте зеленое всем привет народ продолжение моих путешествий по узбекистану мы сегодня в ташкенте на базаре поэтому у меня так сумка специально все было со мной хорошо смотрите чего здесь только нет смотрите здесь все даже праздничные тут для свадьбы говорят целых пятьдесят пятьсот тысяч пятьсот тысяч сумм мощных среди проводник моя сестра скажи привет всем моим подписчикам всем привет всем привет добро пожаловать ташкент добро пожаловать также здесь все есть восточный базар сами понимаете это особая вещь это вот для замужества вот надо что я может миллион сумм до может стоить не знаю сколько миллион шестьсот сумм ребята 200 долларов за памятник советскому союзу да еще здесь была гостиница в далекие или недалекие времена но сейчас ничего не осталось ничего не сносят вот это памятник неизвестно чему но здесь стоит стоит окна мечети которая была построена на деньги алишера усманова вот эти какая красивая действительно очень и очень красивая внутрь мы конечно заходить будем но собственно монумент мужества туристы в том числе я вот сюда приезжаем интересная особенностью узбекистан является то что место даже расположен ташкент очень засушливая по сути это степь и здесь не должно находиться вот таких вот особо много твойных деревьев и вообще травы особенно когда заезжаешь со стороны Казахстана ты их и не видишь потом ни с того ни с сего деревья появляются и вот в центре их огромное сосредоточение почему потому что здесь центр узбекистана там уходит президента президента и естественно здесь все заливают поливают поэтому здесь много фонтанов крови зелени и так далее развлечения для туристов здесь в центре картины всякие-всякие всякие четкие браслеты и все остальное ну как вообще везде в центре наших городов пару минут из узбекской литары старого города все конечно сделано здесь и адаптировано мне кажется для туристов везде-везде рестораны посмотрите везде рестораны рестораны-рестораны как солнце начинает садиться пора оживать просто смотрите да как все сделано красиво видимо древние какие-то остатки сейчас проходим через рынок прям вообще восток восток понятно что это развлечение для туристов но вот наверно как-то это было и так давно-давно здесь тоже самое бухаре конечно направо посмотришь или налево посмотришь везде красота просто просто даже добавить ничего ну вот привет из истории ребята да здесь сделали такой маленький туристический рай для тех кто приезжает как будто история сошла с картинки учебники истории теперь это вижу своими глазами мы продолжаем ходить по узбекистану это мои нарезки и заметки об этой прекрасной стране возможно заметили то что когда я хожу я говорю что здесь много туристов и это не случайно потому что 2019 году узбекистан сделал без визы въезда очень многих стран европейских и австралии и канады и многих многих стран с тем что новое правительство делает очень многое чтобы развивать туризм поэтому спасибо большое шавкату мизьёеву президенту узбекистан за это все более того было скажем так убран надзор за скоростью интернета за блокировку фэсбук и ютюб в данном случае я даже сопоставил интервью министра где было сказано что теперь нет таких вот ограничений действительно фэсбук и ютюб как я уже сказал или не говорила работает прекрасно в стране и в качестве интернета конечно не такое очень хорошее но в общем сносное и за это конечно же тоже отдельное спасибо руководство республику узбекистан которая постепенно открывается для туристов для всего мира и если вы еще думаете ехать или нет ете пожалуйста потому что цены пока очень низкие все это начинает только развиваться по сути первый год когда были открыты границы и успевать пока здесь нет наплыва туристов то есть то же самое было с грузией с арменией сначала были закрытые страны с азербайджаном потом стали они открытыми довольно таки открытыми туристов и с увеличением потока естественно увеличились цены поэтому успевайте приехать сюда и насладиться хорошими ценами и аутентичностью а мы кстати идем посмотреть на комплекс в Самарканде несмотря на то что здесь будет какой-то большой праздник где приедут очень многие главы государств которые проходят раз в 4 года здесь все перекрыто но я не теряю надежды попасть внутрь ну что мы здесь гуляем по дагестану интересно все это смотреть но если честно это просто стало туристической достопримечательностью для особенно европейских туристов все это интересно но здесь просто лавки с продажей сувенирной продукции и вход сюда стоит 40 тысяч для иностранных граждан 3 тысячи для местных что я думаю не есть правильно ведь это как считается общая культурное состояние планеты земля да вот такой разный и и и Все здесь перегорожено, софиты, сцена и так далее. И за вход берут 40 тысяч с иностранных граждан. Вы, ребята, или сцены уберите, или не берите деньги, как вы считаете? Просто туристическое развлечение, к сожалению, мне кажется, стало. То есть огромное количество людей, все перешагают друг через друга. Сцену ничего не видно, потрачены зря деньги. Ставьте колоссы лайки, если понравилось. Пишите в комментариях, если вы здесь были. Расскажите, какие еще здесь есть интересные места. Подписывайтесь на канал об Австралии. До следующих видео. Пока. 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 Пока.